И я попрошу на эту сцену Антона Шугая, руководителя блокчейн-лаборатории BRDT PRO. Аплодисменты, пожалуйста. Здравствуйте, Михаил, спасибо. Спасибо в первую очередь за организацию мероприятия. Вы не представляете, чего это стоило, но спасибо, у нас все вроде бы получилось. Мне хорошо слышно? Нет? Вот так, а так получше? Окей, буду говорить прямо в микрофон. Меня зовут Шугай Антон, я руковожу лабораторией BRDT PRO. Мы занимаемся исследованиями гипотез применимости технологии блокчейн в реальном секторе экономики. Также переводим бизнес в среду блокчейн, токенизируем бизнес и так далее. Я расскажу сегодня про технологию блокчейн, про то, на чем все основано. Начну с истории биткоина, потому что сама формулировка технологии была реализована в whitepaper Сатоши Накамото. После этого расскажу про базовые понятия технологии и как она применяется в реальных секторах. Скажите, у кого есть токены какие-нибудь? Поднимите руку. Достаточно много людей уже знакомы. Кто занимается майнингом? Поменьше. Кто программирует что-нибудь необязательно связанное с блокчейном? Спасибо большое. Итак, кликер у нас. Может мне нужно его включить? Да. В первую очередь я хотел сказать, что блокчейн – это не биткоин. Очень многие путают эти два понятия. В общем, дальше я расскажу, почему блокчейн – это… Опять у меня не работает кликер. Итак, история биткоин. В 2008 году некто Сатоши Накамото, который до сих пор никому не известен, кто это, что это за личность. Опубликовал whitepaper в систему биткоин. Whitepaper – это такая бумага, в которой описаны принципы технологии, в которой говорится о том, как она устроена, ну и так далее. Также в 2008 году он регистрирует домен bitcoin.com и выкладывает код в открытый доступ. Этот код до сих пор открыт, его можно посмотреть, любой может проверить его на ошибки и попытаться взломать. В 2009 году в январе майнится первый блок биткоина, и с этого начинается вся база данных и вся история биткоина. В мае 2009 года известная пицца, а точнее две пиццы за 10000 биткоинов. И сегодня мы можем найти на форуме BitcoinTalk эту ветку, где обсуждают, и там есть покупатель, есть продавец, тот, кто получил эти 10000. И до 2011 года про биткоин не знает никто, кроме гиков, он совершенно неизвестен. Вот здесь вот я привел график. В 2011 году мы видим первый скачок цены биткоина, и потом он обратно падает до 3 долларов. В 2012 году популярность приобретает площадка Silk Road в Америке. Это площадка, где продавались разные незаконные вещества. И это было первое применение биткоина как носителя ценности для передачи ценности. Мы видим, что уже постепенно идет рост до 15 долларов. И в 2013 году технологический технологические инвесторы начали вкладывать средства в технологию. На сегодняшний день около 2 миллиардов долларов вложено в технологию блокчейн. На август 2013 года 47% всех транзакций приходится на единственную биржу, где на тот момент можно было купить биткоин, МТГОКС. И в 2013 году происходит арест основателя владельца Silk Road. Ну, видимо, после этого начали много больше писать про технологию, про сам биткоин. Он подскочил до 1000 долларов, и китайское правительство почти сразу же запрещает хождение биткоина, после чего происходит мгновенный обвал. И дальше на протяжении почти двух лет биткоин продолжал свое падение. В феврале 2014 года полностью остановились торги на той самой единственной бирже МТГОКС, и было украдено 650 тысяч биткоинов. На сегодняшний день это около 3 миллиардов долларов. В 2015 году в топовых изданиях начинали появляться статьи про биткоин. В октябре 2015 года в Америке биткоин объявляется товаром, после этого в Европе отменяется НДС, и с этого момента начинается рост биткоина, который продолжается и по сей день. Ну, правда, вчера вроде бы он установился. Следующий кадр, переключи, пожалуйста. 2016 год, биткоин постепенно растет, происходит раскол сообщества. Сейчас сообщество до сих пор расколото на две части. Часть хочет, чтобы биткоин был как PayPal, чтобы им пользовались миллионы людей, чтобы транзакции были дешевые, и чтобы биткоин мог прокачать как можно больше транзакций. А часть сообщества, наоборот, заинтересована, чтобы он был больше похож на золото, с дорогими транзакциями и доступен только избранным. Не получается, переключай, пожалуйста. Да, спасибо. 2017 год. Идет нескончаемый рост. Стоит отметить два события. Это арест Александра Винника, владельца биржи БТЦЕ. Одна из крупнейших бирж на тот момент. Ее закрывают накануне его ареста. И сейчас обвиняют в том, что он отмыл 4 миллиарда долларов, в том числе те средства, которые были украдены с биржи МТГОКС. И 1 августа происходит хардфорк. Биткоин делится на две части. Точнее, от него ответвляется биткоин кэш. На сегодняшний момент капитализация биткоина немногим меньше капитализации всех остальных криптовалют, которые существуют в мире. Итак, что же такое блокчейн? Блокчейн – это база данных, в которой хранятся все транзакции, когда-либо происходящие в сети. Это цепочка блоков, где каждый блок взаимосвязан с предыдущим за счет того, что в него включены некоторые данные из предыдущего блока. И таким образом получается, что вся цепочка блоков взаимосвязана. Если кто-то захочет изменить данные в базе данных, то вся цепочка потеряет целостность. И тот компьютер, на котором это произойдет, просто будет отключен от сети. Эта база распределена на тысячи компьютеров. На сегодняшний момент это около 9 тысяч узлов, на которых хранится вся база данных. И если один из участников пытается присоединить новый ложный блок, то он также отвергается сетью и больше не имеет права майнить и присоединять блоки. Значит, блокчейн обеспечивает защиту от двойных транзакций, от изменений и тем самым обеспечивает доверие участников системы. Также стоит отметить, что блокчейн – это публичная база данных. И если, например, компетентные органы знают ваш адрес кошелька, то они могут проследить все ваши операции, посмотреть, сколько вы заработали и так далее. Только в том случае, если им известен адрес кошелька. При этом вы никак не связываете свою личность непосредственно с кошельком. Следующий кадр. Термины, которыми мы будем, я думаю, дальше пользоваться. Первый термин – это транзакция, это любая операция, изменение базы данных, то есть некая запись в распределенную базу данных. Да, я, кстати, забыл сказать, если вам что-то непонятно, я рекомендую записывать и после того, как мы закончим, погуглить, почитать и попытаться понять то, что мы пытались до вас донести. Ну и тогда через 2-3 месяца, я думаю, вы будете разбираться в блокчейн-технологиях не хуже сегодняшних экспертов. Хэш-функция – это одностороннее преобразование, когда некий массив данных преобразовывается в строку заданной длины, заданного формата. При этом особенность этой функции – односторонность, то есть если нам известен x, то мы можем вычислить y, если нам известен y, мы никогда не узнаем, что было на входе. Адресом, вот в системе биткоин адрес носит вот такой вот неудобоваримый формат, и он является публичным ключом от приватного ключа, то есть хэш-функцией от приватного ключа. Приватный ключ – это некий пароль, который вам стоит записать на бумажке в 2-х экземплярах, в 3-х, в 4-х отдать маме, положить в сейф, куда-то спрятать, потому что если вы потеряете публичный ключ, то вы не сможете восстановить свои средства. Да, приватный ключ, публичный ключ всем известен, спасибо, коллеги. Подтверждение – это, то есть вы сделали транзакцию, ваша транзакция упаковалась в блок, этот блок присоединился к блокчейну, это и есть первое подтверждение. После этого происходит присоединение следующих блоков, 2-е, 3-е, 4-е и так далее. В разных системах считается, что количество подтверждений от 6 до 20, и тогда можно доверять полностью этой транзакции. Криптографический токен – это некий жетон, электронный жетон, который можно делить, складывать, переводить. Да, это токен, его же также называют иногда криптовалютой. Следующий слайд, пожалуйста. Кто является участниками системы блокчейн? Это клиенты, у которых… У клиента обычно на компьютере установлен кошелек. Бывают два варианта – полный кошелек и легкий кошелек. Полный содержит всю историю транзакций, весь блокчейн легкий, только формирует транзакции и подписывает их. Дальше есть пулы. Пулы управляют майнерами, майнеры вычисляют хэш-функцию, то есть они производят математические операции, а пул принимает решение, какие именно транзакции включить в блок и дальше передает эти данные майнерам. Про майнинг коллега расскажет попозже, более подробно. Есть разработчики, которые вынуждены балансировать между интересами клиентов и пулов, и майнеров. И в разных блокчейнах проблема баланса интересов решается разными методами. Вот здесь я привел хэш блока биткоина. Вот такая длинная строка достаточно. Следующий кадр. Это пример прохождения транзакции, где есть условный РОП, условная Лаура. РОП хочет переслать средства Лауре. Он открывает свой кошелек, вбивает или сканирует публичный ключ Лауры, дальше указывает сумму, которую он хочет переслать, нажимает «Отправить». его программное обеспечение, его кошелек подписывает транзакцию его приватным ключом. Дальше эта транзакция отправляется в сеть, ноды подтверждают ее, майнеры включают в блок, происходит процесс вычисления. И после того, как майнеры включили в блок эту транзакцию, Лаура увидела, что у нее есть первое подтверждение, ноды проводят верификацию этого блока. И после того, как прошло 6-7-20 подтверждений, средства считаются полностью переведенными. Также нужно упомянуть про смарт-контракты. Это некий компьютерный алгоритм, когда блокчейн обеспечивает исполнение смарт-контракта. То есть мы можем написать некую программу, ее развернуть в базе данных системе блокчейн, и в зависимости от входящих данных она будет выдавать предсказуемый результат. Важно, чтобы этот контракт имел четкую логику, был описан. И вот здесь я привел пример. Смарт-контракты на языке Solidity в блокчейне Ethereum. Вот так вот в небольшое количество строк решается вопрос выпуска криптовалюты на блокчейне Ethereum. Практика применения. На этом кадре я собрал. Здесь представлены все компании, наверное, не все, которые все известные, которые используют так или иначе блокчейн. Большинство из них тестируют. Большинство еще не доверяют технологии. Тестируют, играют с ней. Ну и действительно это то, что нужно делать для того, чтобы внедрять ее в жизнь. Какие бывают варианты применения технологии? Первый вариант – это выпуск криптовалюты. Есть блокчейны, в которых в пару кликов можно выпустить свои токены, то есть свою криптовалюту, назвать ее в честь себя и пользоваться. Также это является самым основным методом применения на сегодняшний день, потому что все средства аккумулированы в разных криптовалютах и в первую очередь все под блокчейном понимают его реализацию в виде криптовалют. Также есть инструмент ICO – это привлечение средств, о котором коллега расскажет сегодня чуть позже после перерыва. Дальше блокчейн сейчас активно тестируется Швецией, Россией, Арабскими Эмиратами, Грузией, Грецией, Украиной для учета земельных реестров, для учета недвижимости. Таким образом, блокчейн позволяет обеспечить прозрачность операции, исключить мошенничество и много других преимуществ. Также используется в авторском праве, в частном государственном управлении для идентификации личности, очень обширные применения для интернета вещей, возможно электронное голосование. И отдельно стоит отметить, что используется. Одним словом, блокчейн меняет мир уже сегодня. Спасибо, коллеги. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Антон, спасибо огромное за презентацию, за доклад. Друзья, коллеги, пожалуйста, Вер, если есть вопросы, да, пожалуйста, сейчас. Можно микрофон, пожалуйста, чтобы всем было слышно. Коллеги, как слышно нас там? Государственное управление. Каким образом в государственном управлении работает блокчейн? Ну, на сегодняшний момент, наверное, я бы назвал одно государство, это Либерленд, которое пытается активно у себя это использовать. Это парень, по-моему, из Праги, да, он чех, и он основал государство, он нашел остров между Словакией и Чехией, по-моему, и основал там государство, где все процессы пытается перевести на блокчейн. На самом деле, государства, я бы сказал, опасаются этой технологии, потому что, во-первых, можно реализовать честное открытое голосование. Во-вторых, можно исключить часть чиновников, посредников, которые перекладывают бумаги, которые выполняют фактические функции смарт-контрактов. То есть, сейчас есть блокчейн, есть платформы, которые реализованы, которые созданы для того, чтобы обеспечить управление государством. К сожалению, пока они активно не применяются, но государство тестирует. Государство пробует эти технологии, пытается внедрять, понимает, что нужно возглавить процесс. У меня есть пример, да, то есть, ну, то, что говорить экзотика, да, сейчас вот у нас мои знакомые ребята пытаются сделать систему блокчейнового распределения лекарств льготникам, там, диабетикам, да, вот тем людям, орфанное лекарство, которое применяют. Это просто вот то, что, может быть, я хотел бы услышать еще где-то. То есть, ну, окей. Я добавлю, с вашего позволения, буквально вчера, по-моему, вышла новость. То есть, комитет по недвижимости Санкт-Петербурга, по-моему, планирует аукционы по недвижимости переводить на блокчейн. Об этом было объявлено. То есть, это не совсем государство, но это такая интеграция в госпроцессы. Пожалуйста, еще вопросы, друзья. Вер, вот мужчина, пожалуйста. Да, да. Пожалуйста, микрофон, представьтесь, задайте вопрос, пожалуйста. Меня зовут Игорь, Антон, спасибо за содержательный доклад. Я хотел бы несколько такой вот, немного так наивного начального пользователя спросить. Скажите, вы упомянули о том, что потеря, значит, приватного ключа исключает фактически обладание, ну, так скажем, условным капиталом. Как вы относитесь к этому? Справедливо ли это, в принципе, к обладателю и к членам его семьи, наследникам и так далее? Как вот эта ситуация может развиваться? Ну да, действительно, блокчейн переносит ответственность с банков, с регулирующих органов, переносит ответственность на конкретное лицо, которое владеет этим. Поэтому мы здесь, поэтому мы рассказываем, как это устроено, для того, чтобы вы знали, что приватный ключ – это самое важное в этой истории. Если у вас есть биткоины, вам нужно сохранить этот ключ и передавать его, передать его, обеспечить, чтобы он передался наследникам. Но при этом есть проекты, которые создают систему, которые пишут смарт-контракты, и смарт-контракт обеспечивает передачу наследникам ваших токенов. То есть вы можете положить токены на смарт-контракт, и если что-то происходит с вами, то там есть определенная система подтверждения, то токены разблокируются и переводятся тому на тот кошелек, который вы указали при регистрации. – Пример компании «Ластвилл», наши коллеги у нас выступали на прошлом мероприятии, они участвовали в «Хайпатоне», который был в августе в Петербурге. У них как раз продукт, который предназначен для, условно, страховки. То есть он как швейцарский фонд выступает наследственный. То есть при определенных обстоятельствах смарт-контракт может перевести ваши средства на кошелек ваших родственников, близких и так далее. В том числе, если вы, например, потеряли ключ, то в течение года или двух вы прописываете в контакте, что вы не используете, не пользуетесь своим кошельком, и в таком случае ваши средства могут быть переведены. То есть это вот первое, что я знаю, такой проект «Ластвилл» как последнее желание. И, соответственно, возможно, будет в ближайшее время появляться все новые и новые проекты. Ребята сейчас вот у них идет ICO, по-моему, полным входом, да, или при ICO. Ну, то есть они на старте сбора средств. – Они уже провели успешное при ICO, насколько я знаю. – Так что вот есть продукты, которые страхуют в данном случае такой тонкий вопрос. Просто еще вопросы? Спасибо. Пожалуйста. – Насколько я знаю, то есть это действительно проблема стоит для некоторых пользователей, и существуют некие миксеры, которые позволяют устранить проблему отслеживания транзакций, истории этих транзакций. – Да, существуют действительно миксеры. Насколько я знаю, они сейчас запрещаются активно, их блокируют. Но при этом есть, например, криптовалюты, есть отдельные блокчейны, которые ориентированы на анонимность. – Блокируют что именно? – Блокируют доступ. – Сайты, распространяющие миксеры. – Сайты, да, сайты, которые выступают функцией миксера. И в принципе, ну то есть теоретически даже транзакции, прошедшие через миксер, можно отследить. – Ну там достаточно есть различные степени, так скажем, микширования входных сигналов, так что это становится затруднительным. – Ну да, но в первую очередь, если вам нужна анонимность, то лучше пользоваться анонимными криптовалютами. – Какая разница, валюта будет анонимной, но если вы правильно сказали, известен номер кошелька, то можно посмотреть, кто и кому, когда переводил средства. – Ну вот насколько я знаю, например, Zcash, Manner, там нету истории транзакции. То есть они устроены так, чтобы уйти от этой проблемы, от проблемы публичности. – Спасибо. 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 – Спасибо.